Еще в школе запоминают правила использования слов в родительном падеже, например, нет носков, а не носок. Часто вызывает затруднение слова грамм во множественном числе и родительном падеже. Не хватает 10 грамм. 10 граммов. Оказывается, есть счетная форма. К ней относятся названия единиц измерения в сочетании с числительными. В справочниках и словарях эту форму рассматривают по-разному. NPPP. Счетная форма или счетный падеж – так обозначаются любые названия единиц измерения при наличии рядом числительного. Например, 10 Вт, 50 Ампер, 100 Байт. Окончания ОФУ единиц измерения нет, есть нулевое окончание. В русском орфографическом словаре RAN предлагается только один вариант – счетная форма грамм, йод, измер. А в этих источниках обе формы грамм и граммов даются как равноправные. В толковом словаре иноязычных слов, издание 2004 года, находим нужное слово и видим варианты граммов и грамм. Орфоэпический словарь под редакцией R. Иванесова предлагает счетную форму грамм и граммов. Интернет-справочник граммата. Ро указывает, что верны оба варианта – 8 граммов, 8 грамм. В словаре трудностей D. Розенталь и в словаре русского языка S. Ожегов читаем, вариант граммов используется в основном в письменной речи, вариант грамм допускается в устной речи. Итак, выясняется, что обе формы – грамм и граммов – имеют право на существование. Но лучше применять их в различных сферах. На письме стоит употреблять вариант граммов. В устной речи допускается форма грамм. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.